Всем привет! Сегодня история подписчицы. Сейчас я зачитаю, вы в комментариях дадите свои советы, видение ситуации, так что давайте приступим. Меня зовут Елена, мне 41 год, я живу в Киеве. Первый раз я вышла замуж в 20 лет, родила двоих детей, через 10 лет брак распался. Через пару лет я встретила другого мужчину, с которым мы уже тоже 10 лет вместе. Как вы знаете, переживаем все тяжелые времена, сначала коронавирус, потом война. И все это время мы были в одной квартире с моим гражданским мужем. Если в локдаун были мелкие ссоры, и я понимала, что они неизбежны и несерьезны, то война показала вообще все стороны наших отношений. Первое, то, что он не стал меня вывозить и как-то очень спокойно отнесся, мол, ой, ну чего ты боишься, ну хочешь, едь. Я решила, что, наверное, он сам в панике, но не показывает это, а над головой летят ракеты и на улицах уличные бои, ну, я задумалась. Второе, то, что в Украине война спровоцировала бум свадеб. Я тоже начала ждать и даже спросила, ну, когда мы поженимся, ответ был невнятен. И тут я, наконец-то, начала анализировать. Так, я здесь остановлюсь. Хорошо, что вы хотя бы спустя 10 лет начали анализировать, и какие-то кризисные ситуации тяжелые вам дают повод задуматься. Я сразу немножко, давайте проанализ, да, тоже скажу. Ему было комфортно, хорошо и странно как бы ждать от человека перемен, если его все устраивает. То есть всегда надо нам, знаете, мы, к сожалению, забываем слышать людей своих близких, родственников, партнеров. Если порой нет, это значит нет, да, это значит да. И если, условно, он, допустим, обещает, а обманывает, но не как-то ядно. Видите, у него нет никаких как бы движений, телодвижений эмоциональных, даже каких-то обещаний особенных. То есть он абсолютно инертен. И странно думать, что из-за какого-то события вдруг он изменит ситуацию. Знаете, почему? Мы приспособленцы, наш мозг всегда адаптируется к самому простому варианту, спокойному, улучшую самозащиту. И когда тебе спокойно, комфортно, хорошо, зачем напрягаться? Вот понимаете, достигают в жизни многого, больших высот, люди странные немножко, которые хотят достигать, да, которым комфорт и ровное состояние не по кайфу, неприятны, им мало, им надо больше. Ну, у него обычно какие-то психотравмы свои гонят их вперед и так далее, да, достигательства есть. Вашему мужу все инертно, спокойно и ему по кайфу. Это спокойный человек. Зачем он будет что-то менять, предлагать вам замуж выйти, там, какие-то проблемы в отношении решать? Его все устраивает, вы его никого не гоните. По сути, на статус свой не жалуетесь в обществе. Ну, скажем так, гражданский брак его все устраивает. Ну, давайте продолжим. Я топ-менеджер в компании, где я работаю. Хоть и имею лишний вес, но красивый, не выгляжу на свой возраст, это мне так все говорят. Веду активную социальную жизнь. А дома я только приготовь, принеси, помоги, подай, почеши. Мое утро уже давно начинает со слов «недоброе утро», а что у нас есть, поесть. Слушайте, я даже опять остановлюсь. Вот, как я до этого сказала, типичный приспособленец, которому комфортно и хорошо. Вы не спрашивайте, делать ничего не надо. Вы от него что-то ждете все годами, думаете, что, знаете, что делать? Он должен прочитать ваши мысли, намеки, считать и так далее. Или, возможно, у вас есть пункт секличный, что просить или говорить открыто, заявлять о своих каких-то желаниях. Это некрасиво, неудобно, да какие-то будут делать, или у нас не принято в семье было и так далее. С каждым годом у меня все реже цветы, все дешевле подарки. И только по поводу и праздникам. Это день рождения в июле, последний раз я получила пылесос. Может, кто скажет, радуйся, но взял тебя с двумя детьми, привел в свой дом. Но мне душно, и у меня есть обязанности, но нет прав никаких, так как я не жена. И вот буквально месяц назад моя шеф, чтобы немного вывести меня из стресса и дать поспать без сирен, сделала мне подарок, подарила мне поездку в Краков. Мне еще пришлось дома врать, что это командировка, так как меня он даже и не хотел отпускать, но я уехала. Это было предисловие многоточия. Семь лет я проработала в туризме с турками и египтянами, и никогда не рассматривала их как мужчин вообще. А мой директ и мессенджер просто виснет уже от сотен запросов на переписку от всяких восточных мужчин. Я просто иногда захожу и пачками их удаляю. На этот чертов случай, как говорится, сидела женщина, скучала, и я увидела сообщение от одного и того же в инстаграме. И мессенджер, в общем, я ответила, привет, кто вы, и пошла переписка. Он очень тактичен, сразу же начал с поддержки Украины, чем, собственно, и зацепил. Здесь остановимся дожить, чем он зацепил, других я не смотрела, бла-бла-бла. Он попал в то эмоциональное ваше состояние, почему вы открыли сообщение и начали ему отвечать. Вам нужна была поддержка, это то, чем он и зацепил. То есть на его месте мог быть он, любой другой турок, араб, там еще какой-то египтянин, любой другой нации, вообще, в принципе, европеец, немец, еще кто-нибудь. Дело в том, что у вас нет связи с вашим сожителем, назовем. Я не хочу называть слово гражданский муж, сожитель. Да, 10 лет, но сожитель. Потому что вы сами сказали, я чувствую себя некомфортно, у меня нет прав. Вот правов нет, пусть сожителем будет. Мы его тоже, знаете, слово гражданский муж убираем, даем ему название сожитель. Мы тоже его прав с вами лишаем, да. И вот смотрите, у меня было паническое настроение, у меня не было поддержки. В моей потребности у меня этот человек просто сокрыл потребность. Ну и пошло ежедневное общение, простое, милое, без намеков и так далее. Он как мог себя рекомендовал, и свой дом показывал, и сына, и машина, и маму. Как оказалось позже, он достаточно богат. Пытался один раз позвать меня в отель отдохнуть, как гостя. Я отказалась, конечно, предлагал мне подарки, я тоже отказалась. Потом узнал, что я хочу открыть самую красоту, увидел в ленте в фейсбуке и начал предлагать какие-то деньги. Я объяснила, что это дорого, нет. Он говорит, ну давай хотя бы 50 на 50 вместе откроем. В итоге я, конечно, отказала. Время шло. Я начала замечать, что уже жду от него смс. Попросил номер, долго я ему не давала, но потом дала и переписывались. Мы уже в ватсапе. Я не спрашиваю ни о чем. Только один раз спросила, где его жена. Он сказал, что 6 лет назад развелся. Я себя чувствую плохим человеком. Вроде говорю ему, что я просто друг тебе, но понимаю, что ему точно не дружба моя нужна. Он все о себе рассказывал и показывал. И я так и не призналась, что я в отношениях, хоть и давно думаю над ними. То есть, ну, словно рассуждаю, заканчиваю эти деньги. И вот я вернулась из Кракова. Я думала, что я там могу понять, кто мне нужен, что и так далее. На вокзале меня никто не встретил. Ехала домой на такси. И все так же жду смс от нового знакомого. И не знаю, что мне делать. Многоточие. Мой друг Курт пишет мне признание в любви. Высылает милые видео. То о своей работе, то уже у посла Украины в Ираке, то просто селфи. А я все больше чувствую свою вину, что обманываю хорошего человека. И да, он уже готов приехать в Киев, как только полетят самолеты. Ах, да. Живет он в городе Заху. Это на границе Турции и Ирака. Ему 44 года. Я просто в панике. Я люблю свою страну. Я люблю Киев. И мне тут очень нравится жить. Но бабочки уже порхают в животе. Я ему пишу, что я совсем другая. Я пью вино, ношу открытую одежду. Имею спиртный характер. Точно не буду слушать мужчин. Но он не хочет слушать. Говорит, что он современный человек. Мне очень нужен совет. Очень может ваши милые подписчицы. И вы хоть немного мне поможете посмотреть на ситуацию со стороны. Спасибо за ваш труд. Смотрите. Я дам не советы, а со стороны на ситуацию посмотреть. Вообще понять, что с вами происходит. Почему вы пришли к такой точке. Почему вам захотелось мнения со стороны. И, например, поговорить с психологом. Или разобраться в ситуации. В общем, я сама не справляюсь. У меня там тараканы бегают. И так далее. Как вы пришли в эту точку сейчас? Очень все предельно просто. У вас есть определенные проблемы со своим сожителем. Когда женщина считает, что она в отношениях. Это неважно официальный брак какой-то, неофициальный. Просто мы с парнем встречаемся. Да как приходит к измене. К поиску другого. Или реакции, когда я себе позволила впустить в душу. Там вот как друзья пока общаемся. Другого мужчину. И так далее. К этому приходит, когда у тебя есть проблема. Мы всегда в здоровых отношениях. Но они у вас были не здоровые. В здоровые отношения мы вступаем для закрытия все равно своих потребностей. Это всегда. Но в здоровых отношениях эти потребности, знаете, взаимопомощь, выручка. То есть у нас есть уважение друг к другу. Мы на одном назовем так уровне. Никто там почему говорит равноздоровые отношения, равноправные. Некоторые просто путают. Равноправные отношения, это когда ты плачешь за себя в ресторане 50%, а он 50%. Нет, блин, это не про это, если что. Равноправные, это когда тебя уважают. У тебя равные права в отношениях, вот в этом плане, да. Когда мне плохо, меня принимают с плохим и с хорошим. И я принимаю своего партнера. Я ему помогаю, и он мне. То есть я чувствую, что мы наравне складываем в эти отношения. Мы над ними работаем, обсуждаем проблемы, решаем их. И вот это равноправные, здоровые отношения, имеющие будущее. Да, 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 да. У вас ситуация вообще была уже изначально не такая, да. Приходит третий человек в отношения, измен или еще что-то. Это когда вот они неравноправные, нездоровые отношения. Связь какая-то проблематичная, да. То есть есть что-то, какая-то проблема, из которой не решается. Долгий промежуток времени. Не так, что вчера там раз и условно, ой, он изменил временное помутнение рассудка, а у нас вообще все идеально было. Нет, блин, это не идеально, даже если это как-то вспышка и разово, как говорится, по синей лавочке или еще как-то. Нет, это говорит о том, что изначально вас да не любили. И синяя лавочка просто да, подвернулась. И вы в принципе не нужны были. На вас не обращали внимания, чувств и не было, чтобы это, назовем так, остановило от интереса, позволило заинтересоваться друг другим человеком. Немножко в дебри ушла, да. Давайте к вам ближе. Вот на здесь и сейчас вы добираетесь с этим мужчиной в общение то, чего вам не хватает. Приятное общение, культурный человек, хорошо ко мне относится и так далее. Если вы спрашиваете, что мне делать, как решать. Для того, чтобы делать какие-то телодвижения и в сторону вот этого курда, назовем так, его не обманывать и так далее, вам надо разобраться, если вы хотите нормальных, здоровых отношений, вообще со своим желанием, со своим сожителем. Вы сейчас плаваете в мыслях, потому что вы не знаете, чего вы хотите. У вас нет четкого желания, вы не понимаете, вы хотите расстаться или вы хотите продолжать эти отношения. Если вы меня просто спрашиваете, там, не знаю, как Галю, соседку какую-то, девочку там, не знаю, соседству, подружку, еще как-то, я могу сказать, слушай, ты посмотри, что тебе надо самой вообще. Посмотри на свои желания. Тебе нравится, что тебя принеси, подай, тебя ни во что не ставят, тебя нет прав, это твое желание, ты сказала, мне нет прав, я не жена, я никто. Вот вы знаете, за что вы держите? Всем проще скажу. Вы даже это написали. Кто-нибудь мне скажет, радуйся, а социально-общественное мнение, будь рада, он тебя взял с двумя детьми. Вот поэтому вы с ним. Социально приемлемо, я в себя не верю, себя не люблю, кому я нафиг нужна с двумя детьми. Все. Вот за что вы держитесь. Можете даже этими умозаключениями, рассуждениями не заниматься. Я вам ответ готовый даю. Ну, это ваши страхи личные. Вы тратите время, вот видите, вам просто подвернулся случайно, допустим, мы еще про него будем разговаривать. Приличный мужик хороший. А знаете, что я вам скажу? Пока вы занимаете свое, святое место пустыни бывает, пространство вот сожителям своим, которым вы недовольны, таких мужиков хороших, классно, как вот этот, дофига вокруг ходят. Вот чтобы вы понимали, дофига. Но вы их не видите, вы в них не заинтересованы, вы им не позволяете за собой ухаживать, вы их игнорируете, сигналы их не воспринимаете и так далее. Потому что вы вот этим заморочены. То есть для себя вначале понять, я хочу быть с этим мужчиной, своим сожителем, продолжать эту рутину 10 лет или нет. Хочу я с ним время терять или нет. Если на этот вопрос трудно ответить, говорит о том, что у вас вообще проблема со своими желаниями. Вы вообще не знаете, чего вы хотите. Вам трудно выбрать одежду, трудно выбрать питание, куда мы пойдем или что я буду делать. У вас нет четких своих желаний. У вас проблема с собой, своих желаний вы не знаете, не слышите, игнорируете их и так далее. Это проблемка с детства, когда ребенка в семье игнорировали, его желания и так далее, или на них не обращали внимания, обесценивали, вся вот эта история. Там есть в этом, скажем так, подковырочка, потому что вы, если боитесь, что социальное одобрение и то, что меня взяли с двумя детьми, вам это очень важно на самооценке, история, да? Это все взаимосвязано. Так вот, научитесь тогда для начала. Просто общайтесь со всеми, с вот этим вот курдом. Просто переписываем, тоже ничего не обязанным должны. Живите со своим сожителем. Знаете, какой он есть? Не оправдывайте его, не оправдывайте себе, не придумывайте в сказку. Наверное, он сам в стрессе, в шоке, поэтому он так холодно ко мне или на меня не реагирует, не хочет меня там спасти, вывести. Чего вы его оправдываете? Вот по факту, что, как там, продаю за то, за что беру, короче. Вот какой он есть, примите, не надо его оправдывать. Оправдывая его, вы просто оттягиваете ваш разрыв и ваши страхи, чтобы не приближались на самом деле, вы боитесь расставаться. Так вот, к чему история-то вся эта идёт? Научитесь сначала узнавать ваши желания. Вы говорите, я топ-менеджер, значит, у вас есть какие-то средства. Блин, походите к психологу, поднимите свою самооценку, и то, что даже для самооценки дело. Пусть вам расскажут, как можно начать слышать свои желания. У меня даже марафон был про желания год назад где-то, ой, в этом полгода там больше назад, зимой. Мы забиваем на свои желания, мы не слышим свой внутренний голос с этим проблемы. От этого все вот эти ненужные люди какие-то рядом, сожители, вся прочая история. Я путаюсь, не знаю, что хочу, и вот пишу письмо, потому что не знаю, разобраться не могу. Это потому, что вы не знаете чётко, какие у вас запросы, чего вы хотите. Вот это вам с вот этим надо разобраться. Затем, я уверена, когда вы расставите точки над, и поймете, чего вы хотите. Если вы такая болевая женщина, вы же топ-менеджер, у вас какая-то, знаете, в работе руководство и всё прочее, есть определённые моменты такие, да, сильные, назовём так, успешные женщины. Успешным стать человеком надо какие-то качества, да, иметь определённый характер своего, поведение своё какое-то. Так вот вы быстренько, я уверена, вы закончите эти отношения, пинком под зад, всё это легко закончится. Не будете выждать этого несчастного штампа в паспорте непонятного для чего. Потому что вы чётко поймёте, я хочу, чтобы меня любили, уважали, воспринимали как женщину, у меня были права в семье, я хочу быть женой. Вам всё это чётко не даёт. И уже отматывая обратно к курду, на данный момент, и вы чётко поймёте тогда, когда желание своё устаканится, нужен вам курд или нет, подходит он под ваши желания или нет. Я вам точно могу сказать, как сейчас правильно общаться с ним, да. Не надо бояться его потерять, он вам ещё никто и никак в свою жизнь не впустили. Вы ещё на уровне вот этих типов приятельских друзей, наук, вы понимаете, что у вас есть флирт, общение такое приятное. Сейчас ещё не поздно, и самое время сказать, что вы в отношениях. Если вы будете затягивать, это будет огромная проблема, которую вам, скорее всего, не простят, и отношения в итоге закончатся. Это предательство и обман. И вы из-за своих страхов каких-то признаться, его потеряете, можете к этому прийти, его действительно потерять. Уж лучше, правда, чем ложь. Когда она вскроется, она всё равно рано или поздно вскроется, если вы с ним будете общаться в отношениях каких-то и так далее. То есть я советую вам до вашей личной встречи какой-либо сказать эту правду. Но вопрос только в том, а как сказать? Можно же сказать по-разному. Например, я занята, у меня есть отношения, я изменяю мужа с тобой. Ну, как и вариант, да. А в общении с тобой, у меня с тобой ещё ничего не было. Или, можно сказать по-другому, я тебе хочу немножко рассказать о себе. У меня был брак, у меня есть двое детей, я была в разводе, я вот так вот жила, да-да-да-да. Потом я встретила мужчину, мы с ним, подчёркиваю, не в браке, документов у нас никаких нет. Ну, он там мне, и вы рассказываете, что на самом деле вам к нему нужно было. Он мне помогал с детьми, например, принял моих детей, был таким другом, поддержка, ну, что-то вот такое было. У нас такие вот отношения, вы об этом рассказываете. И мы живём сейчас, продолжаем жить в одной квартире, мы обязательно, подчёркиваю, не муж и жена. Но вот у меня есть, назовём так, отношения, которые меня не устраивают, я в человеке разочарована. Или, например, сейчас война, тяжёлая ситуация, я не могу с ним расстаться, выгнать его. Мне как бы стыдно будет, неприятно и так далее, и тому подобное. То есть, я просто макет назовём так, накидала. Но в вашем посыле должна быть честность, ваши эмоции и чувства, почему вы с этим человеком были, как у вас сейчас с ним. То есть, что сейчас он мне, например, не устраивает, не нужен, и я вообще до встречи ещё с тобой, главное, я уже понимала, что мы дальше вместе не будем. Просто этот поступок я не совершила. Я хочу, чтобы ты знал это, я хочу быть честной, и мне приятно с тобой общаться. Я не планирую наше с тобой будущее, я не знаю, к чему это приведёт, но я хочу быть с тобой честна. Это и откроет к человеку, назовём путь, дорожку и так далее. Вот так правильно, по-грамотному можно сейчас общаться. Если вы сейчас это упустите, вы зарываетесь в будущем в огромную ложь, в проблемы, которые вам, скорее всего, не простят. Если он даже, вы расстанетесь с этим мужчиной, будете с этим, он скажет, я тебя принимаю, ты меня обманывала, окей, окей. Это всегда будет тема вас подозревать во лжи, не доверять, всегда доверия не вернёшь. Пожалуйста, опередите события и скажите, что у вас есть партнёр. И уже из реакции этого курда в интернете вы поймёте, как он к этому относится. Если он с вами расстанется, ну окей, вычеркнули вообще другого можно найти, если что. В интернете людей много, разных наций и так далее, если вам нужно с кем-то общаться. Но к чему я веду? Если вы боитесь ему об этом говорить и скажете, напоследок ответ вас может быть такой. Да, я бы сказала, но мне так страшно его потерять, он со мной перестанет переписываться, заблокирует и такое, всё прочее. Потому что, я говорю, скажу, зачем он вам тогда нужен, почему вы боитесь его потерять? Он мне говорит приятные слова, комплименты, то, что я от своего сожителя не получаю. Я тогда вам скажу, вы используете этого мужчину для получения комплиментов, знаков внимания и приятного общения, связи, доверия, которого на моей стороне, да, он сказал, он поддерживает меня, Украину, и так далее, меня этим зацепил. Нет, нет, это моя вторичная выгода. Вы его используете, этого человека, в своих целях. И с мужем, с сожителем, вы с вами расставаться не собираетесь, вы об этом даже не думаете. Поэтому вы четко знаете, что вы не хотите делать. Вы просто добираете на стороне, обманывая другого человека, свои потребности, которые не реализовываются уже 10 лет с вашим сожителем. И тогда вопрос действительно к вам. Ну, зачем ты учишь человека, да, ты плохой человек, и ты его используешь? Если тебе нужно добирать, то ты хотя бы по-честному человеку скажи, что у тебя что-то, кто-то есть. Потому что он в неведении, он должен сам понимать, на что рассчитывать с вами. И вы, обманывая его, не даете ему право выбора, оставаться с вами или нет. Может быть, вам страшно, что это морально, психологически здоровый человек. Если он узнает, что женщина занята, он вам скажет. Ой, дорогая, расставайся с ним. Тогда мы с тобой общаться, как и должно быть. Не влазить в проблемные отношения, которые вы ему подсовываете со своим мужем. Вы этого боитесь, боитесь его потерять? Ну, тогда разбирайтесь со своим сожителем и вступайте в здоровые отношения. На ложку-два горошка не бывает, к сожалению. Но я точно могу сказать, что ваши отношения с вашим сожителем не здоровы. И он уже сейчас, спустя 10 лет, потребности ваши не закрывает. Вы не знаете, чего вы хотите. И вот вам 41 год. И, милая моя, дорогая, началась война. Это же страшно. Ракеты, вы говорите, на дом летают. У меня двое детей. Мне за их жизнь страшно, за свою жизнь. Стоит оно того, жить с человеком, делить с ним постель, еду, ради того, что кто что скажет. Родители одобряют, принимают мой выбор. И я живу, потому что он меня взял с двумя детьми. Так вы, раз вы независимый топ-менеджер, нафига вам эта абуза нужна? Так может, лучше одной из двумя детьми я могу их содержать и без него? Без принеси, подай, кашеварства и всего этого? Вот у вас критический момент в жизни, так вы не от него ждите поддержки, как вы думали? Он прозреет, типа, любовь у него появится, обо мне заботиться начнет. Вы прозреете, это для вас критический момент. У него все гладко, с него спроса нет. Он инертный, ему по кайфу вот так жить, как у вас сейчас есть. Он ничего менять не будет. Хоть зашантажируйтесь его. Хоть скажите, что вы с другим мужиком общаетесь. Он не подскочит, он сделает твит на время, а потом все будет как всегда. Вот он такой, какой есть сейчас, он не изменится. А вам вообще приятно давить, недомолвки какие-то устраивать, намеки томные, что через 10 лет можно и расписаться и все прочее. Вот для этого вы живете. Это вопросы для вас ситуация, себе позадавать, а не ждать от него что-то. А как вот мне с курдом общаться, вы пока общаетесь с другими какими-то мужчинами или флиртуете где-то в интернете, вы на самом деле закрываете легко свою потребность и отдаляете себя от решения ситуации с вашим сожителем. Это такая временная такая таблеточка. Но ситуация-то не решена, не помнишь. Надеюсь, все все поняли. Пишите в ваши комментарии, что посоветуете героине письма. Я под видео оставляю свою почту. Если кому-то нужна моя консультация психолога, пишите на почту консультации, я отвечу. До следующих видео. Всем пока.